Как это? Что мы без вас тут делать будем? Да, я... Ну, что делать? Тут всё уже богатство у нас. Смотри, Елена начала, Гладыщук, распечатывать у меня и проповеди толкнула. Я это выбрал-то из всех книг, я же все книги открываю по страницам, это пейджмерки называется. И вот это выбрал, которое у вас, такого ещё не было. Оно стояло и стояло, а тут, видишь как, по проповедям заговорило, и теперь эти проповеди в интернет выставляются, а толчок дала Елена. У меня как-то получается всю жизнь так, мне толчки дают женщины, научиться печатать на машинке. Вот там, вот даже Самира Тагеева, мусульманка, жена Мулы, и она ей говорит, отец Игнатий, ну, что же вы так-то, вот вам свой канал надо иметь. Какой канал? Ну, чтобы всё своё было, а я выставлял, где попало. Опять же, она толкнула. На переплёт бывшая из пятидесятников пришла к нам Ксения Степановна Авраменко. И она говорит, так сам бы научился, да и всё. И я тут же научился и три тысячи томов переплёл. Это никто не верит, что это можно. Старинным методом на шнурах там можно... Ой-ой-ой. Любой толщины книгу можно. Я старинные книги переплетал. И всё меня везде женщины подталкивают, сёстры. Значит, сёстры большая польза, огромная польза. И не надо там какие-либо лишние слова говорить. Чтобы она знала молча, она может жестом показать. И польза, вот я доказываю на мне, какая польза. Они толкнули меня на это. Какая-то девочка в техникуме учился, ну, студентка, видимо. И я говорю, что ж такое, учимся, и я читаю «Война и мир», там целые страницы по-французски. Лев Толстой пишет, так, а ты возьми изучи, я в школе не был иностранного языка. И я в этот же день, кажется, или наутро пошёл и нашёл, где училась девочка. В шестом классе теперь немецкий язык у них был. Узнал, как буху произносится. И уже через шесть месяцев я разговаривал с немцами и в собраниях на немецком языке говорил проповеди. У немцев опять сёстры. Я окружён сёстрами со всех сторон. Ну всё, с Богом. С Богом.